Всем привет, с вами Мистерия, где служил Джохар Дудаев до того, как стал главой Чкирии. Джохар Дудаев единственный в СССР, генерал-майор чеченец. Как об офицере Советской Армии Дудаеве, российские его начальники высказываются хорошо. До начала чеченской кампании этот военный летчик у широкой общественности на слуху не был, и среди своих коллег особо не выделялся. Дудаев пройдется в многодетной чеченской семье. Шестеро детей были единогровными, семеро родными. Глава семьи ветеринар Муса Дудаев женился дважды. Самый младший Джохар свою родину видел лишь спустя 13 лет после рождения. Как раз в феврале 1944 года по приказу Сталина началась массовая депортация чеченцев и ингуший. Утверждается, что при этом в великом переселении заживо сожгли родителей матери Дудаева, ребят, живших в другом чеченском селении. Дудаевы оказались в Павлодарской области, территории нынешнего Казахстана, когда будущий президент Ичкерии был шестилетним ребенком, умер его отец. По воспоминаниям современников, Джохар в школе неплохо успевал по всем предметам, в отличие от своих братьев и сестер. После возвращения из Казахстана в 1957 году семья Дудаевых обосновалась угрозным. Дудаев на тот момент входил в шестой класс. После школ Дудаев некоторое время поработал электриком в одном из городинских строительно-монтажных управлений, а затем поступил на физмат Северо-Осетинского пединститута. Отучился он там только один курс, а потом, вопреки материнской воле, сбежал в Тамбов, где сначала в течение года готовился к поступлению в местное авиационное училище, а затем поступил в него. При поступлении пришлось назваться осетином. Чеченцы еще считались врагами народа. Училище Дудаев закончилось скоростным дипломом. Дудаев начал строевую военную службу в 1966 году помощником командира-бомбардировщика. Через два года вступил в партию. В начале 70-х отучился в военно-воздушной академии. Поэтапно продвигался по служебной лестнице. В 1980 году Дудаев был уже командиром бомбардировщего авиалполка, куда посылали там и служил, в Сибири и под Полтавы. Служивцы вспоминают о нем как о вспыльчивом, эмоциональном и вместе с тем честным и порядочным офицере, обрежденном коммунисте-политработнике. В конце 80-х Джохар Дудаев воевал в Афганистане, сам участвовал в боевых вылетах. Говорят, его соединение активно применяло ковровые бомбардировки западных районов Афгана. Однако впоследствии Дудаев утверждал, что его краткий период пребывания в Афганистане с непосредственным участием в его действиях никак не связан. Тем не менее, за умелый вывод своего полка из Афгана в Советском Союзе Дудаева наградили орденом боевого Красного Знамени. После Афганистана вплоть до 1991 года Джохар Дудаев служил в эстонском троту, командуя бомбардировочной дивизии и возглавлял тамошний военный гарнизон. Генерал-майору его присвоили в 1989 году. Бывший главком ВВССР и потом России Дейнекен Дудаева хорошо знал и отзывался о нем положительно.